ПРОМОЗГЛЫЙ ОСЕННИЙ ВЕЧЕР Упал на землю и заволок густыми сумерками один из тех медвежьих уголков нашего любезного Отечества, которые даже, кажется, не подозревают о том, что на Божьем свете есть так называемый прогресс. Было всего около девяти часов вечера, а улицы города совершенно опустили и казались вымершими. Спи, управа безмятежно, баюшки, бою. Я тебя лелея нежно, песенку спою. Итак, было всего около девяти часов вечера, но улицы города уже совершенно опустили и казались вымершими. Впрочем, нет, в густой тьме не могло казаться даже и этого, так как никаких улиц видно не было. Было только слышно, как ругался подвыпивший титулярный советник Илья Лукич Травкин, возвращавшийся от именинника-сослуживца. Илья Лукич шел очень медленно, нащупывая путь палкой и останавливаясь, корехтел в том случае, если его изыскания открывали ему что-нибудь новое. Например, новые дыры в гнилых дощетах тротуарах или новые пути сообщения в виде камней и дощечек. Эх, 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 прогресс, ворчал Илья Лукич. Дыру на тротуаре не соберутся починить. Эта дыра, кажется, была тут вечно, еще когда я был регистратором. Помню ее. Разница только в том, что тогда она была поменьше. И действительно, прогресс, кажется, совершенно забыл этот медвежий угол. Та же грязь, та же вонь, редкие фонари в наиболее значительных местах города. Те же гнилые, дощатые тротуары и даже дыры на них, те же самые, что были и в то время, когда Илья Лукич служил еще коллежским регистратором. Прогресс! Черт вас заешь! Совсем ворчал Илья Лукич. Калошу вот потерял, совсем новую! «Эх вы, анафемы!» Он чиркнул спичкой, красноватый огонек осветил его лицо, грязные ноги и часть луши. Одно слово, анафемы! Позвать вот сюда городского голову, взять его за бороду и подай мне мою новую клошу! Прогресс! Черт ваш заешь совсем! Карлош вот потерял, анафемы! Кто идет? Я, вскрикнул проходившая мимо девушка-акушерка, шарахнувшись в сторону от неожиданного сердитого окрика. Виноват, мадам! Простите великодушно! А скажите мне, спасение моего ради, где я нахожусь в данную минуту? «Совершенно понять не могу! Закружился! Темно-с!» В узеньком проулке, робко и покорно, ответила девушка, чувствуя сильное сердцебиение от испуга. «Ага, понимаю. Вот извольте правильный курс взять. Где тут восток и запад? Солнце у нас садится за полицейским управлением-с! А где только что поименованное? Тьма кромешная! Я считаю, что иду в односторонки! Что ж, мерси! Баку-мерсис! Гран-мерси! Шагайте, мадам, левее! Тут лужа, а вот здесь два камешка. А я все-таки калошу потерял. Новая калоша! Два с полтиной!» Послышалось бульканье в луже, кряхтенье и какое-то чмоканье. А кушерка, радуясь благополучному исходу неожиданной встречи, быстро зашагала по слизлым доскам тротуара дальше. «Проклятый городишко!» – думала Ольга Николаевна, возвращаясь после ежедневного утомительного бегания по урокам домой в свою комнату со столом. Вот уже больше четырех месяцев назад я повесила на воротах вывеску «Акушерка». И ни одна, прости господи, дура не обратилась за это время за моими услугами, как будто бы в этом городе вообще не принято рожать детей. Размышляя в таком духе, она дошла до дому и силой дернула за ручку звонка. «Сейчас!» – послышался вдалеке визгливый голос квартирной хозяйки. Потом по полу прошлепали ее худые туфли, и крючок соскочил с петли. Постоялеца стояла перед нею на пороге, хмурая и недовольная. «За вами сегодня приходили!» – с некоторой таинственностью объявила хозяйка. «Кто это?» – спросила постоялеца. «А вот уж не знаю, платочком прикрылись, одним глазком только и выглядывали». Шепот хозяйки стал вовсе каким-то сладостным. «Ну!» – радостно спросила акушерка. Ее сердце забилось в восторге. «Наконец-то! Это будет первый раз, когда она сможет применить свои знания на практике. Ну же! Ну!» «А что ну?» «Спрашивала, когда вас можно будет видеть. Незавидные только, одеты-то бедно, скромненько. Разве что секретная будет практика. Ну тогда можно поздравить!» В сентябре 1895 года на страницах выходившей в это время в Самаре газеты «Самарский вестник» увидел свет очерк тогда еще только начинающего писателя Евгения Чирикова «Моя первая практика» из воспоминаний акушерки. В 1895 году Евгению Чирикову было чуть за 30. Впереди его ждали признание и литературная слава, общение с Горьким и Шаляпиным, Буниным и другими известными современниками. Десятки рассказов, повестей, романов. Наконец, эмиграция и смерть в приютившей его Праге, где Чириков дружил с Цветаевой и опекал многих оставшихся без крова русских. Но все это было впереди. А сейчас на дворе стояла осень 1895-го, и выписывавшие «Самарский вестник» самарцы читали один из первых литературных опытов начинающего писателя Чирикова. На другой день, около 10 часов вечера, в передний осторожно звякнул колокольчик. Акушерка уже давно вернулась с уроков и, признаться, очень его поджидала. Она не ошиблась. На пороге перед нею стояла девушка, которая как-то закрывала шалью лицо и грустно и вопросительно улыбалась ей. Шмыгнув в дверь ее комнаты и дождавшись, когда та прикроет ее, незнакомка полураскрыла лицо, а ее холодная дрожащая рука схватила руку акушерки. Спасите меня! Умоляю вас! Ради Бога, спасите! Больше мне идти не к кому! Голубушка, дорогая моя, спасите! Ради Бога, я знаю, вы можете! Вы поймете меня! Вы добрая! Я вас давно знаю! Хожу мимо вас и много раз вас видела! Только вам я решилась рассказать! Ах, как нехорошо! Как мне стыдно! Она закрыла лицо руками и акушерка видела, как у нее закраснелись уши и щеки и как ей трудно было убрать руки от лица. Милая моя, я вам все расскажу. Он не хороший человек, а я люблю его, люблю даже теперь. Но дайте же мне что-нибудь, чтобы никакого ребеночка не было. Теперь акушерка все поняла. Простите меня, сказала она. Я не могу. Это преступление и мои убеждения мне не позволяют. Обратитесь к кому-нибудь другому. Убеждение? Тихо повторила девушка и вышла из комнаты. Посетительница быстро накинула на голову шаль, закрыла лицо и также быстро исчезла за дверью. Постойте! Хотелось крикнуть акушерке в этот момент, но уже хлопнула дверь передней и задребезжал от стрясений звонок. Можно бы еще догнать. Но нет, она решила. Этого не может и не должно быть. В ее мозгу шла упорная, хотя не вполне сознательная борьба, рассудка с чувством и отвлеченного долга с простым человеческим состраданием. Эта борьба перемешивала все мысли, чувства и ощущения в какой-то сумбу. Отрывки мыслей и мимолетных душевных движений кружились вихрем в какой-то хаотической путанице и не было сил разобраться в ней. Хотелось найти выход из заколдованного круга противоречий и парадоксов, разрешить проклятую нравственную дилемму. Она подошла к столу и стала смотреть на улицу. Там было так скверно, неприветливо. Дождь назойливо шуршал по крышам. Под окном пузырилась повешенная фонарем поверхность грязной лужи. Прошло несколько дней после этого визита. И вот однажды, когда акушерка вновь вернулась с уроков, измученная и уставшая квартирная хозяйка встретила ее словами. Отравилась ваш практик-то, спичек нажралась. Вот ведь они нонешние крали. А еще дочь чиновника. Чуть-чуть подрастут и сейчас же любовники. Эх, шкуры барабанные, как будто не знают, на что идут. Акушерка почувствовала, как у нее задрожали ноги. Жива она? Зачем жива? Померла уж. С какой-то неуместной радостью произнесла квартирная хозяйка. Дальше мимо окон и гроб провезли. Плохонький гроб-то. Из дешевых. Нехорошо. Чиновники все-таки надо бы поприличнее. На завтра был ведренный день. Легкий морозец сковал распустившуюся грязь, и в окна заглядывало веселое солнышко. Издалека доносился благовест. Мимо окон ходили бабы и барыни с корзинками, спешившие на базарную площадь. Из кухни доносился стук к тяпке. Эта хозяйка рубила мясо на котлеты. Все шло своим чередом. И никому не было никакого дела ни до акушерки ее первой практики, ни до бедной девушки, над которой в эти мгновения пел хор певчих, встроенные аккорды которого нет-нет, да и врезались чьи-то рыдания и всхлипывания. Спишь, управа и безмятежно, спи, Господь с тобой. Намолву уж с улыбкой и нежной, ты махни рукой. С вами был Михаил Перепелкин.